И разъем. Под таким же дождем Мы стояли в июле Чуть прохладней хлистал Нас с тобой по ногам Этого веселого барда отлично помнят зрители образца 80-х годов Прошлого века А ты подумал, что друзьям уже конец Что на рыбалке больше нету места Еще секунда и почти невеста Фата-пиджак в сиянии колец Его песни неизменно вызывали улыбку Хотя и были на первый взгляд максимально просты Вы можете орать тут хоть до ночи А пленка я давно и здравил всего Леонид Сергеев, появившись в телепрограмме «Веселые ребята» В одночасье не просто стал очень популярным Но и приобрел неофициальный титул самого веселого барда России Правда, самому Сергееву это не очень нравилось Я это я, а вы, а мы другие Я это я, а вы, а мы не те Я в небесах, мы люди небольшие Землю глядим и не на высоте Сегодня вы узнаете Почему самого смешного барда называли еще и самым большим Такой памятник сам себе Чем бородатый коммунистический лидер покорил сердце юного поэта? Не быть на земле в войне Наше правительство с Фиделем Кастро делают мир на земле Мир всем на земле И как веселые ребята сломали судьбу Леонида Сергеева А я-то думал, хоть немного любишь Ах, мама, как же ты была права Права С двой ряды снимаем сцену в бане Гражданин, не щурьте левый глаз Между прочим, на большом экране Все равно не будет в кадре вас Бабушка, с портфелем не курите Вы же заслоняете весь фон Юноша очкастенький, проснитесь Спать во время съемок в маветон Обладатель шикарной фактуры и обостренного чувства юмора Автор-исполнитель Леонид Сергеев Привык к тому, что ведущие разного рода концертов Объявляли его персону именно так Он самый большой бард России И так говорили о нем Это был его титул Но однажды шутка про самого большого барда Прозвучавшая со сцены Грушинского фестиваля Обернулась провалом В прямом смысле этого слова Ну, там есть такая временная сцена Пятая называется Была такая Ну, дощатый помост И он состоял из таких плит Которые так сходились Вот к центру они Плиты такие Типа арголит или что-то там И выступают Валера и Вадима Щуки Передо мной И заканчивая свое выступление Я должен идти после них Валера говорит А сейчас выступает Самый крупный бард СССР Леонид Сергеев Ну, он раз засмеялся Я выхожу Попадаю в центр этого сочленения плит И так по поясу хожу И с гитаркой так висю Он вышел На помосте досочки были хлипенькие Вот Он ступит туда И ушел Вот, как говорится Вам по пояс будет И такой памятник сам себе Самый крупный бард Оказался не на сцене А под сценой Возможно, это был знак Ведь на подмостке Леонид Сергеев Никогда особенно не стремился Шел девятый месяц Многодневной междугородней велогонки Как многие мальчишки Вынуждены посещать музыкальную школу По прихоти родителей Леонид Сергеев с детства Не питал большой страсти к музыке Время было такое Конец 50-х Тогда Признаком, наверное Хорошей жизни Считалось там Ребенок в музыкальной школе Ковер на стене Какая-нибудь там Румынская мебель Чешская стенка Вот Хрусталь Но если отношения с музыкой Сразу не задались То явную тягу к поэзии Скрывать просто не было сил В 61-м году Я помню Я написал стихотворение Суперполитизированное Суперпатриотичное Американцы Хотели на Кубу напасть Тогда им пришлось бы На бою дирать Все мирные страны Против блокады Не быть на земле Войне Наше правительство С Фиделем Кастро Делают мир на земле Мир всем на земле Это я запомнил Какой-то чинар Для чего Не знаю Вот Наверное Тогда уже проявился Буйный характер Маленького дурачка И этот вот стих Он Вошел в мою сокровищницу 61-й год Мне было 8 лет Я уже был Трибун, глашат и главарь Потом поступил Когда в школу Начал писать Тоже стишки Венцом творения Было Сочинение В 9-м классе В стихах Которые зачитали На линейке В школе Я лопнул от гордости Но просто сочинять стихи Это одно А вот превращать их в песни Вспоминая ненавистные уроки Музыкальной школы Совсем другое Правда, то, чем он стал заниматься Сам автор музыкой Не считает Давайте сразу разберемся Что такое музыка В нашем понимании Бардовская песня Это не музыка Это одна из разновидностей Каких-то музыкальных проявлений Музыка Это вот то, чем занимается Моя супруга Вот это музыка Вот я слушаю Что она слушает Вот Бах, Бетхоин Я не знаю Там Вот это музыка Давай поговорим Спокойно Тихо Иди, иди Зайди еще в местку Я, пожалуй, с ними Тимофе Оставь себе кровь Она хлебнула лихо Открой себя Так хорошо Что ванна С замком Первые песни Сергеев написал еще в университете На юного автора повлияло творчество известных бардов И довольно скоро он не просто нашел свою нишу А стал практически первооткрывателем нового направления в самодеятельной песне Ну, во-первых, он первый начал писать Не, второй Первый был Юрий Висбор Он уже после Юрия Висборда Начал писать песни «Репортаж», как он говорит Репортаж – это как бы Ну, это последовательность событий каких-то Это маленькая повесть Или маленький рассказ Ну, вот Это вот он единственный Первый, кто этим вот Уже конкретно начал заниматься Да, там песни «Свадьба» Там у него пять штук Там и так далее Оператор Мне не видно ухо у героя Дайте, дайте ухо мне, анфас Черт возьми, откуда эти трое Стоп, снимаем снова в пятый раз Девушку с лопушкой Главный герой Ну, приклейте же мне усы Я должен быть взрослее И замшевый спинджак Найдите поновей Так, значит, я готов Ах, Мария, я бледнею Приди ко мне, мой друг Утеши, обогрей Впрочем, зритель полюбил Сергеева Не за репортажность, а за лихость С которой Барт и писал, и пел У меня было четыре веселые песни гусарские И я поимел наглости В 76-м году на каком-то фестивале их спел В Минске На фестивале спел И со мной закрепилась кличка «Гусар» И куда бы я ни приезжал на фестиваль Они говорили, о, гусар приехал, давай Ну, народ хотел смеяться всегда, ведь Вот, и я давал Сергееву нравилось, что зрители смеются Но то, что эта любовь к юмору может перевернуть всю его жизнь Самому смешному Барду и в голову не приходило Помни, судьба природы в твоих руках Судьба самого Сергеева не всегда была в его руках И порой преподносила такие сюрпризы С которыми не каждому по силам совладать В какую-то деревню должен был приехать цыганский ансамбль А его попросили его заменить Но только не сказали, что он заменяет цыганский ансамбль Только перед самым-самым выходом Ему про это сообщают Что, ну, вообще-то там люди ждут цыган И тут открывается занавес И стоит Лёня, значит, с гитаркой один И говорит Ну, вообще-то по паспорту я цыган И дальше концерт вроде как пошёл как по маслу Таких историй у него вагон Ему не раз и не два приходилось выходить на сцену Чтобы заменить кого-то Чаще более известного артиста Например, звезда не прилетела А билеты распроданы Что делать? Правильный ответ — Сергеев Он не боялся быть освистанным После первой же песни Зрители попросту забывали Что пять минут назад ждали совсем другого артиста Среди коллег по бардовскому цеху Конкурентов у Сергеева было немного Ведь писать смешные песни гораздо сложнее, чем лирические Шаг в сторону выйдет не смешно В другую получится пошло А Сергеев всегда бил в десятку Не мудрено, что в конце концов неутомимого весельчака Пригласили в Москву Причём сразу в Останкино Мне порекомендовали Говорят, есть классный такой парень Поёт песни на гитаре Я говорю, давайте его сюда Молодёжная редакция Останкино подбирала героев в новую программу Которая изначально задумывалась как конкурс В котором должны были выбирать самого смешного и весёлого участника Кастинг был жесточайшим Открывается дверь в 33-ю комнату И входит не худой В отличие от редактора программы Круглолицый, обаятельный А я давал задание им В качестве разминки Сделать автопортрет себя самого С помощью предметов А Лёня выходит и вываливает мне на письменный стол Какие-то шарик, какую-то точилочку Пружиночку Какой-то брелок, свисток Я не знаю, какие-то маленькие Какие-то собачки И начинает рассказывать Не текст, а вот с помощью этих предметов Что вот это он И это было как-то настолько Оригинально, неожиданно, обаятельно И всё, вот сразу Как-то был контакт мгновенный И я понял всё Да, передача будет Передача не просто состоялась Она произвела эффект разорвавшейся бомбы И взрывателем выступил как раз Сергеев Умевший мгновенно производить нужный эффект Правда, не всегда этот навык Шёл шутнику на пользу Смотрите далее Чем Леонид Сергеев сразил авторов проекта Весёлые ребята Были всевозможные Какие-то парашютисты, балерины Голые люди, водопроводчики Значит, водолазы с рыбой в руках Как самый смешной Барт Справлялся с бешеной популярностью Я вас узнал Вы машины из Германии гоняете И чем помимо таланта Сергеев привлёк будущую супругу Всю ночь сидел на качелях Пел песни Соседи в него бросали картошку Чтобы... Ха-ха-ха Правильно выбранный галстук – это точное попадание в цель. Точным попаданием в цель стало приглашение Сергеева в новый телепроект «Веселые ребята». Правда, сам Барт поначалу сильно сомневался, оттуда ли он попал. Я приехал на центральное телевидение, 12-й этаж знаменитый. Я туда вошел, открыл дверь, а я всегда был застенчивым и робким человеком. И сразу к стеночке. Раз так. Потому что искрометье шуток было. Шутили прямо там, земля дымилась вообще, там лампочки горели. Не спеши! Подожди! Затуши! И иди! И я так встал, думаю, мама, куда я попал? Чувствую теплое, мягкое подо мной. Я говорю, ты кто он? Говорит, я Саша Булатов из Харькова. Я говорю, я Леонид Сергеев из Казани. И так вот мы, иногородние, по стеночке-то и встали. Потом нас отвезли в гостиницу типа туристного ДНХ со встроенными туалетами во внутрь номера. И мы стали пахать. Мы стали придумывать, придумывать. Москвичи-то ушли по домам, по пивбарам, по девушкам. И москвичей не осталось в передаче. А мы иногородние, ну всегда иногородние, да, прибивали местных. Вот мы прошли славный цикл веселых ребят весь. Довольно быстро веселые ребята стали невероятно популярными. Что неудивительно. Они делали то, чего до них не делал никто. В общем, эта программа ведь ворвалась вообще в советское тогда еще телевидение. Прямо как ураган какой-то. Я, правда, ни сном, ни духом не знал, что такое Монти Пайтон. Это потом, спустя 20-30 лет, мы увидели все это на видео. Там есть интервью какие-то уличные с прохожими. Есть интервью с так называемыми великими какими-нибудь героями соцтруда, писателями, артистами, учеными. Есть музыка, что-то музыкальное, какие-то вставки. Тогда мы еще слово «клипы» не знали, но потихоньку делали уже эти клипы. И есть какие-то скетчи. Слово «скетч» мы уже употребляли. Эй, Валико! Эй, Валико! Я не спал. Валико! Эти люди поспорили, что ты один не скосишь это поле. Да. Конечно, не скосишься. Ты? Один. Один. Это поле. Это поле. Конечно, не скошусь. Спасибо. Леонид Сергеев стал не просто участником «Веселых ребят». Он единственный из всех создателей программы, помимо редактора Кнышева, конечно, проработал в ней с первого до последнего выпуска и вытворял такое, чего другие себе обычно не позволяли. Ушицы не хотите сварить? Нет. Давайте вместе. Посидим, поговорим. Здрасте. Ушицы не сварим? Ушицы сварим, посидим, поговорим. Нет, я не могу. Что вы какие-то? Вы пойдите кому-нибудь поморожите. Да. Скрытой камерой мы снимали около 30-40 различных ситуаций. И персонажи, которые запускались в эту жизнь, были всевозможные. Какие-то парашютисты, балерины, голые люди, водопроводчики, значит, водолазы с рыбой в руках. Но сейчас-то мы понимаем, что сейчас и так дверь никому не откроют. Если позвонит дверь водолаз с рыбой, знаете, вы с этим, в шлеме, в таком, или голый человек с шайкой, мойкой, этой мочалкой. Устраивать подобные провокации Леониду Сергееву было не впервой. Ему удавалось проворачивать розыгрыши и помасштабнее. Это в 79-м году нам разрешили в Казани сделать вечернюю газету. И мне посчастливилось, я попал в первый состав. А поскольку она была газетой Горкома КПСС, то Горком сказал, делайте, что хотите, полгода, ну, вам на раскрутку. И на 1 апреля коллективный разум придумал развести мост, который не мог быть разведен, поскольку он не разводился никогда. И построен был, как нормальный мост, через речку Казанку. И был опубликован фотоколлаж, пробный развод моста сидящих, огреневшие рыбаки на льду. Значит, мост разведенный. Жители Казани поверили. Да и как доверчивым советским людям было догадаться, что разводить будут не мост, а горожан? Вот такой вот через Казанку, там ни остановок, ничего, просто трамвай проезжал, троллейбус. Когда люди подошли к середине моста, значит, кто-то умный сказал, вот видите, под трещину замаскирован развод. Как? Сделали здорово. Вот вроде трещина, а на самом деле в этом месте мост и разойдется. Естественно, с мостом ничего не произошло. Недовольные казанцы разошлись по домам. Но на этом история не закончилась. Ну, поржали-поржали. Самое интересное, где-то через несколько дней редактор наш Андрей Гаврилов, великий был человек, приходит с заседания горкома партии, собирает нас и говорит, шуточки шуточками, говорит. А встал один из зав. отделов горкома партии, говорит, я понимаю, что такие интересные события происходят в нашем великом городе, но почему же нам об этом не сообщают? Непорядок. Вот так мы развели мосты. С таким багажом в веселых ребятах Сергееву было легко. Он шутил про деньги, что на телевидении прежде не осмеливался делать с никто. Острил на тему семейных отношений, что до этого считалось неприличным. И, конечно, пел свои смешные песни, что всех только радовало. С тобой одни нездешние страдания. Я не кричу. Сама орешь, как зверь. Клянусь тебе, я был на совещании. Ай-яй-яй-яй-яй! Оставь в покое дверь! Конечно же, появление в телеэфире принесло Барду всесоюзную славу. И этой славы Сергеев, что называется, хлебнул сполна. Мы идем по Лимасолу, да, и тут один человек, так, проезжая на велосипеде мимо, так вот голову вывернул. Это мы идем втроем, да. Потом развернулся, остановился, подбежал к нам, говорит, я вас знаю на Сергеева. Он говорит, вот так Леня отвернул. Вы Андрей Кнышев. А надо знать, Андрей Кнышев, как вилка, худой. Да. А Леня тогда был такой... Пользовался Сергеев успехом и у прекрасного пола. Мы стояли с Женей Быковым, курили, тогда еще курили мы. И она курила. И она так смотрит на меня, так лицо ее расцветает. Она говорит, а-а-а-а, я вас узнала. Ну, всегда приятно, когда тебя узнают, плечи расправляются. Я говорю, да, ладно. Она говорит, вы машины из Германии гоняете, да. И все. Вот бросил курить, поэтому. Конечно, такие эпизоды были скорее исключением. Сергеева действительно любила вся страна. И его будущая супруга, встретившись с Бардом в компании, прекрасно знала, кто перед ней распускает хвост. Как-то мы с ним встретились, и Леня мне позвонил, потом он приходил, сидел у нас во дворе, играл песни под гитару. Так это романтично было. Это были конец 80-х годов. И соседи, он всю ночь сидел на качелях, пел песни. Соседи в него бросали картошку, чтобы... Потом утром я выходил и собирал картошку. Как-то со всех сторон был полезный товарищ. Полезным товарищ Сергеев оказался не только для супруги и веселых ребят. В 1986 году его пригласили в «Вокруг смеха», что было равносильно окончательному и безоговорочному признанию. Вот только от имиджа певца-юмориста к тому времени сам Леонид Сергеев начал уставать. Ведь помимо шутливых он писал много лирических песен. Я, в общем, тоже довольно часто слышу эти истории о том, что его воспринимают скорее, да, как такой фасад именно сатирический. Но при этом он, конечно, очень тонко чувствующий человек и тонко переживающий человек. И в целом то, что я на протяжении 30 лет могу смотреть на его внутреннюю натуру, позволяет мне судить о том, что, наверное, он все-таки скорее лиричный персонаж, чем сатирический. А потом наступило время внутренней такой ломки, когда сам себе говоришь, ну, елки, ну, ты же по-разному чувствуешь, ты же нормальный человек, ты грустишь, ты не все время смеешься, все время смеются только идиоты. И я пел какие-то лирические песни, которые писались, безусловно, а народ сидел и говорил, да, да, давай, а теперь давай свадьбу, давай, давай. Потом я понял простую вещь, что если ты можешь это дать людям, я несчастлива от этого, дай. У меня исчезли какие-то внутренние сомнения. С лирикой Сергеева зрители знакомы меньше, чем с веселыми песнями Барда. Но есть одно исключение. На горе, на горочке, стоит колоколинка, А с нее по полюшку лупит пулемет. И лежит на полюшке, с сапогами к солнышку, С растакой-то матерью наш геройский взвод. Ну, знаете, до сих пор, вот, вот, колоколинку просят на каждом концерте. И мне запомнили слова одного человека, который участвовал в фронтовых бригадах. Он сказал мысль, что когда тяжело, в тяжелые времена, люди все время просят смеха. Людям не надо переживать, они и так переживают. Людям не надо задумываться, они и так задумываются. Им нужен смех, как разрядка. От него по-прежнему ждут не лирики, а юмора. Да и сама жизнь часто подкидывает Леониду Сергееву ситуации, в которых без юмора не обойтись. Как тогда, на Грушинском фестивале, когда самый большой бард страны провалился под сцену. И народ так смеется, а потом затихает. И тут народ подходит и начинает меня вытаскивать оттуда. Во всех ситуациях надо искать положительные, а желательно смешные стороны. Это мое кредо. Леонид Александрович убежден, только ирония поможет выпутаться из любой сложной ситуации. И пусть давно уже не выходят в эфир веселые ребята, да и сама юмористическая сцена стала другой, это не повод грустить. К тому же никуда не делась любовь зрителей, которые до сих пор помнят старые песни барда и с нетерпением ждут новых. Меня до сих пор вот мой сосед спрашивает, а как там у вас вот был вот парень этот? Я говорю, я сразу понимаю, о ком речь. Говорю, Леня Сергеев? Да-да-да-да-да-да. Говорю, да вот типа вчера вот разговаривали. Не может быть легенда. То есть я для него ценность, потому что я типа знаю Леонида Александровича Сергеева. Годы идут, но для Сергеева они мало что меняют. Самый смешной бард Советского Союза продолжает писать веселые песни и исполнять их на радость публике. И даже если жизнь порой преподносит сюрпризы, юмор помогает Леониду Александровичу выйти из них без особых потерь. И правда, стоит ли переживать о том, что на самом деле очень смешно? Эй, кто-нибудь! Да-да, мы все на месте. Смело вперед! Забудем про вчера. Вы в небесах, а мы внизу, но вместе вы где-то там. А нам домой пора. Да-да-да!